здравствуйте друзья вчера у нас вторник был были такие небольшие праймерис в нескольких штатах может быть не самых крутых по количеству делегатов там на партийные съезды но тем не менее получилось так что утром прошла прошло известие о взрывах в брюсселе и и вот пошли люди голосовать и был вопрос такой нас ну как бы в воздухе висел такой вопрос насколько это повлияет на избирателей при том что кандидаты как бы они высказывались кто более кто менее резко кто там как-то глубже кто более поверхностно но они высказывались по этим вопросам и интересно было насколько публика так сказать рванет в состояние такое знаете ну как как бы назвать то вот когда уж совсем мозги отключаются и истерика начинается вот насколько публика станет истерить публика не стала особо истерить то есть если значит дело в том что вот те меры которые там трамп предлагал типа перекрыть там въезд в страну людям там из исламских стран реально ну как бы хуже будет в том смысле что больше терроризма будет это будет больше подстегивать но дело не в этом дело в том что на такие меры обычно люди такие в экстремистском настроении а для этого что-нибудь такое должно должно случиться чтобы большие массы народу пришли к экстремизму когда удобрению экстремизм вот поэтому экстремальных форм я не будем ведь экстремизм экстремальных таких мер вот но незаметно чтобы это как-то на что-то повлияло я бы я бы не сказал значит трамп очередной раз они с крузом поделили два штата но если круз одержал победу просто сокрушительную там трамп вообще на третьем месте был после кассича среди мормонов так уж вышло значит то бы трамп очередной раз не смог набрать даже 50 процентов вот сколько раз он там побеждал столько раз он 50 процентов не набрал один раз не было 49 один раз было сорок восемь было несколько раз там по 45 по 46 но вот так чтобы за за половину республиканского ректората перевалить такого у него не было так что неожиданная перспектива знаете как вдруг то есть теракты такое дело как бы переживания всевозможные и вдруг неожиданная такая перспектива вот теракты и разбирательная кампания как как пойдет как народ реагирует да интересно тут круз тоже он вчера по-моему вчера тоже допрыгался сказал что надо чтобы полиция в тех местах где живут мусульмане в сша там есть места где компактно компактное проживание наблюдается вот чтобы они в этих местах там какие-то значит меры усиленные там и так далее то есть как бы открыто такое профилирование и на что ему я пытаюсь сообразить кто мужик там по должности какой-то большой чин полицейский не помню кто именно вот он сказал это это именно то сказал он почему круз не будет президентом в этой стране то что наша страна работает не так вот но видимо он как-то попытался тоже не знаю каких-то очков набрать на этой теме да в общем что скажешь такие вот дела у нас я вот вам это все рассказываю и такое у нас как бы видео получается о текущем моменте можно так сказать так вроде маленькая такая проходящая вот вторник там выборы все дела и вот вроде прошел вторник и забыли вторник но и и видео там скажем там два дня его посмотрит потом она куда-то уйдет в небытие тут мне один человек написал в личку что вот мол два года назад я смотрел ваши видео и там каждое видео я ждал потому что каждое видео было какое-то такое информативное эмоциональное как глоток там воздух свежего а тут вот какие-то пошли непонятные видео типа трэш значит их много стало вот раньше их было мало значит я хочу сказать что количественно их не стало больше вот мы как делали 100 видео в месяц вот так мы и делаем начиная буквально там с октября ноября 2000 там какого года тоже на 12 года когда я начал так систематически этот канал вести вот мы так вот как делали по 100 в месяц так и делаем то есть больше не стало что произошло я думаю тоже на эту тему постоянно я думаю что мы просто переговорили о таком количестве тем мы отвечали на всякие вопросы и я бы сказал что и по нескольку раз то есть очень многие вещи мы по нескольку раз под разными углами что актуальность ушла то есть если два года назад вот допустим наш зритель он приходил он что-то слушал это для него было в новинку то сейчас я не знаю что такое можно в новинку сказать чтобы уже вот как то так вот не сказали этого раньше особенно если ты смотришь регулярно и человек человек который что-то рассказывает он повторяется на какие-то случаи из жизни какие-то идеи которые у него в голове значит все это по кругу ходит и повторяется применяясь в разных ситуациях то что вопросы разные бывают но мы все равно об одном и том же поэтому я думаю что вот это вот усталость металла такая произошла вот если красиво сказать да и дорога брать та же самая вот мы едем по ней едем мне там частый год я и дорогу знаю наизусть а я думаете как ее знаю эту дорогу я по ней пять лет еду каждый день значит но не 5 неправда бы 4 почти четыре года вот так езжу по одной и той же дороге ничего страшного да вы все упираются вопросы которые приходят потому что когда есть хороший вопрос так можно дать как глазки загораются и понеслось и я конечно ценю доверие то есть кажется может быть со стороны что человек который с той стороны экрана он может об одном и том же без устали и как бы ему все фан тоже не обязательно не обязательно у меня вот там есть много вопросов я смотрю на них я вдруг понимаю что я не могу на эту тему говорить потому что устал об одном и том же столько раз вот они у меня висят на форуме там залив.org висят я не я не могу подступиться то есть я гораздо раньше отвечаю на вопросы которые последние подходят чем те которые там на первой на второй странице тяжело собраться на такие темы знаете вот вроде уже вы думаешь на что скажешь что раз говорил там опять ruby python c++ чего учить как приехать тут что-то я подумал что давно не заходил там социальные сети но в принципе я вижу когда там народ что-то пишет в имейле поступает ну и фейсбуке у меня практически никто ничего не пишет но вот может быть за неделю там несколько там два-три сообщения а вот неожиданно совершенно очень много корреспонденции в вконтакте и вот у меня есть одноклассники там я почти ничего там не получаю на фейсбуке почти ничего не получаю но вот вконтакте я тут зашел месяц не заходил мама родная там несколько страниц там этих сообщений я вот сидел вчера отвечал и прямо я думаю боже это же же откуда же такие вопросы это после всей нашей деятельности когда мы это все по сто раз по тысяче и снова то же самое спрашивают когда я делаю в перископе что-то вот не на ю тубе а в перископе вот эту трансляцию то всегда несколько человек спрашивает кто победит на выборах на это вопрос который я должен видимо знать заранее я пущу кандидатов нет ну что же мы кто победит значит дальше книгу какую-нибудь там посоветовать не знаю человек вчера написал что смотрел фильм секрет после того как я его упомянул там где-то в видео потому фильм секрет и он под большим впечатлением вот но я я очень рад что значит там так получилось единственное что мысли про фильм секрет много раз говорили но может быть давно не вспоминали но вообще у нас было про фильм секрет и даже вот как всегда были люди которые говорили что фильм это ерунда что все это вранье что настоящая мотивация вот не в этом а там дальше мнение расходится там где-то надо выпить где-то деньгами где-то женщина симпатичная где-то очень по-всякому бывает мотивация так что наверное если делать такие видео чтобы их народ ждал это надо делать но хотя бы раз в неделю хотя бы раз неделю тогда может быть какая-то тема большая серьезная там и к ним поготовиться можно там почитать посмотреть запалиться там может быть даже спланировать там какой-то план рассказа написать ну вот то что сейчас то я так потоком сознания работаю то есть смотрю на вопрос думаю ну наверно раз два три четыре пять надо сказать и и вперед она я бывает что ничего не забываю из того что собирался сказать или бывает что по ходу дела чего-нибудь вспоминается такого что я ее и не имел ввиду сказать какой-то анекдот там вылезает из аналов памяти который невозможно планировать потому что они вот у меня возникают как-то так по ассоциации вот слово сказал или фразу сказал или какая-то интонация проскользнула бах вот тебе на эту тему анекдот поэтому так таких мук творчества у нас нет у нас продукт такой в общем-то сиюминутные хотя у нас есть и может быть более долгоиграющие какие-то вещи я смотрю что есть видео которые там каждый месяц по пять по шесть по семь тысяч просмотров вот то что касается поиска работы то что касается тестирования то что касается вот про канаду у нас очень популярное видео почему-то как как-то вот не спадает поток да у меня есть видео одно которое неожиданно стало популярным там был такой вопрос значит где-то почему евреи умные называется видео и там вопрос был такой знаете это в каждом слове по по ошибке или по две там орфографический ли там ну в общем ну я я же вопросы не редактирую я их там как есть скопировал ну и так поговорить чё же поговорил а дальше до комментарии я поставил на модерацию потому что такие видео привлекают массу народа такого неправильно ну в общем да и что-то по 10 тысяч каждый месяц смотрю что-то там я даже иногда какие-то комментарии если без мата там и без того что надо было больше в печках поджигать начнет я тогда их пропускаю вот но в основном комментарии как раз вот вот таких которых невозможно пропустить но я хочу сказать вот даже какой-то коммерческий эффект от этого есть там типа в районе там что-нибудь долларов 100 за год вот эти одной одно видео написал где тут почему я бегать почему евреи умные вот так одно видео написал 100 долларов за год если бы с каждого видео до по 100 долларов вы можете представить сколько бы я зарабатывал 100 видео в месяц да но вот это популярно никогда не знаешь что именно зацепит там за какие-то рычажки ютубовские еще более популярное видео у меня такое на текущей основе это видео про узбекских гастарбайтеров которые в москве там страдают женщина написала и и вот если вы захотите вы увидеть вы можете мои видео отсортировать по отсортировать по чистоте там просмотров по количеству просмотров и увидите называется крик души узбекского гастарбайтера так называется так там у нас что-то в месяц там тысяч тринадцать четырнадцать пятнадцать так очень быстро набирает обороты это же там народ ругается периодически я постоянно в как сказать в напряжении пропускать ли какие-то комментарии потому что пишут люди я не знаю может быть они именно из узбеки может быть в целом там а из средней азии их там где-то зацепило я не знаю но они на таком ломаном русском языке ну то есть катастрофически ломаном то есть не то что меня там по мелочи как как бы то это задевало бы но а они настолько настолько не совсем по-русски что я даже как-то вот выизбежание за смешек или там каких-то ну не знаю опошление как бы вещей я я как бы иногда их там выбраковываю вот по этой статье потому что 10 так знаете как бывает иногда да в общем такая вот такая жизнь чего еще сказать вот вчера там кто-то пытался там троллить знаете интересно получается когда заранее сообщаешь о трансляции в ютюбе то там уже какие-то тролли приходят значит и я как бы так совершенно автоматически в бан отправляю мне как бы я человек привычный ну вот значит там вот эти темы там вот про вот что-то какие-то вот малоферы мои там кто-то разоблачает там еще что-то и я хочу сказать что я настолько перестал вообще интересоваться кто чего где сказал там еще что-то то есть я поначалу пытался вникнуть когда-то в какой-то момент но когда я понял что там как бы даже намека нет на какое-то содержание ну ну относящиеся к нам как-то вот я потом так чуть временно тратить а где-то там они там лают моськи на слона лают на то и слон чтоб на нем моськи лаяли на той моськи чтоб лаять на слона они допустим на другую моську хотя она и на моську может тоже но я не знаю как то так скучно и так неинтересно что даже не знаю как то перестал вообще реагировать замечать и и самое интересное что произошло вот в тот момент когда я потерял абсолютно всяческий интерес к этой мутате значит мне абсолютно перестали присылать какие-то ссылки раньше знаете все время где-то кто-то какой-то дрянь сказал мне кто-то ссылку шлет то ли я всех перебанил кто ссылки слал такие гнусные то ли еще что я не помню на всяком случае перестали вот это даже как бы это и хорошо так я и рад то есть какие-то такие энергетические потоки видно сошлись вот если тебе интересно те пришлют если тебе не интересно тебе не шлет никто хорошо да вот мы к школе подъехали я хочу сказать что знаете что еще вот тема такая есть тоже всегда спрашивают остались ли вообще еще какие-то ручные тестеры есть ли еще какая-то работа для ручных тестеров и так далее а то говорят все что все уже автоматическое я хочу сказать что вот мы выпускаем за год вот здание слева которое сейчас будет у вас на экранах значит мы в этом здании выпускаем 500 человек локально вот тут прямо вот тут кремниевой долине и мы сейчас дожили до такого состояния рынка это у нас студентов они не успевают закончить курс очень-очень многие закончить не успевают уже их куда-то разбирают там на практику по компаниям у нас запросов гораздо больше чем людей которых мы можем послать понимаете недоучившемуся же тяжело послать он он ну тебе говорят что-то у вас раньше там ребята покрепче были это правда но они хоть доучивались сейчас же что получается вот я беру урок пару дней назад в понедельник вот сегодня среда в понедельник вел урок по поиску работы смотрю пол класса я говорю ты чё такое отношение к вопросам трудоустройства нет говорят просто уже пол класса на практике по компаниям вот не могут днем ходить с утра был урок давайте я камеру переверну чтоб вас кустами тут не стращать вот так что таком вообще никогда не было я таком никогда даже не мечтал чтобы вот такой спрос был единственное что знаете чего соответствовать тоже надо эх если пришли просто сказали там студент да деньги платил да забираем понимаете такого нет говорят студент покажи резюме вопросы начинают задавать понимаете и студент когда вопросы задают он непредсказуем вот может такое сказать что сам потом долго удивляется откуда вообще взялся такой ответ потому что ни у нас не было ни в классе там ни ничего вот вот а на тестах когда вот внутренние наши тесты и мы говорим как же ты вот такое сказал откуда это ведь учитель и они говорят это педагог вот он нам сказал вот а то есть учиться надо ребята учиться надо я даже не знаю в чем проблема то ли то ли так много информации мы на них выливаем и вроде занимаются я не могу сказать что они сачкуют это неправда они все они сидят и занимаются и занимаются ну вот наверное наверное очень много всего я даже не знаю те кто более менее так какую-то легкость проявляют они тут же легко и исчезают поэтому может быть надо конечно если вы как бы интересуетесь этим всем на будущее то может быть вам сейчас пока не в классе еще подучить что-нибудь такое я не знаю там java python вот из серьезных вещей вот языки программирования там парочку вот я думаю очень неплохо было бы да у нас пока такого требования на входе нет хотя я чувствую что наверное придется в какой-то момент и это тоже делать как бы ожидания ожидания от выпускников все таки растут потихонечку ладно счастливо пойду работать хватит но говорит сегодня мы не